Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели, как мы уже анонсировали, эксперт по вопросам безопасности Раймон Трубловский у нас сегодня в студии. Добрый день. Добрый день. Да, ну, пандемия, как мы знаем, продолжается, и в связи с этим все мероприятия по, ну, я бы сказал так, предотвращению распространения этой инфекции в Латвии тоже действуют. Уточнение в этот план чрезвычайной ситуации сегодня внес СЕЙМ. Кстати, пленарное неочередное пленарное заседание СЕЙМа тоже продолжается. Вот на ваш взгляд, Раймонд, вы как человек военный, с военным опытом, вот даже и военные, тут мнения разделились. Одни говорят о том, что эти полумеры никуда не годятся, надо действовать еще более жестко, может быть, надо думать о ведении всеобщего карантина. Вот, по примеру, Италия, Испания, где люди даже не могут выходить из домов. Несколько депутатов от правящей коалиции даже заикнулись об этом, но пока соответствующих решений не принято. Есть второе мнение, там тоже есть разные, там тоже есть военные, которые говорят о том, несмотря на то, что мы военные любим, как говорится, порядок и дисциплину, тем не менее, вот такие драконовские меры могут полностью парализовать нашу экономику, и не факт, что они помогут в борьбе с пандемией. Вот ваше мнение, вы к какой вообще группе относитесь? Или, может быть, у вас есть какая-то там третья версия? Я думаю, что третьей версии тут быть не может. Проблема состоит в том, что любая из этих версий, она как бы усугубляет ситуацию. То есть, если вы ничего не делаете, как бы оставляете какое-то окно для либеральных каких-то свобод, то вполне может быть, что будет ситуация, что будет очень много людей, которые заражены вирусом, и неизвестно, сколько этих людей будет, сколько из них будет в критической ситуации и так далее, и так далее. С другой стороны, я не думаю, что любая страна может выдержать полный карантин и полную остановку по той простой причине, что экономика рухнет, и тогда все эти массы людей будут уже, скажем так, в такой абсолютно безысходной ситуации. И тогда, может быть, грозит уже какой-то социальный взрыв, потому что на данный момент, конечно, самые базовые вещи, то есть питьевая вода, продовольствие, безопасность базовая и здравоохранение, то есть они, конечно, должны по мере возможности работать. Поэтому я тут не вижу, честно говоря, я бы хотел сказать, что есть какой-то хороший выход, но его на данной ситуации нет. Конечно, посмотрим, как будет развиваться ситуация через месяц, потому что у нас чрезвычайное положение до 14 апреля. Проблема, я думаю, состоит еще в том, что страны Евросоюза абсолютно решают этот вопрос на национальном уровне. То есть я хотел как раз об этом спросить. То есть я думаю, что это еще один удар по идее Евросоюза. Я думаю, что госпожа Меркель, конечно, очень удачно опустила эту ситуацию, потому что она буквально на неделе говорила, что Германия в ситуации, которая была только, скажем, во Второй мировой войне или после... То есть в принципе слово «война» здесь уместно? Я думаю, слово «война» здесь уместно, но я понимаю, что для очень многих это чисто психологически очень трудно осознать, что наступила другая реальность. То, что говорил Макрон на прошлой неделе, то, что говорил Трамп, что он президент военного времени, и опять же Макрон, когда мы находимся в состоянии войны, то, что да, противник невидимый, и мы видим вот эту ситуацию. Но очень коварный. Ну, он абсолютно коварный. Вопрос пандемии не в том, сколько людей умерло, а вопрос, что очень много людей заразились и переносят этот вирус. И я даже думаю, что любой вирус, он рано или поздно закончится, но проблема-то состоит в том, что главный вопрос, как измениться мир в социальном, экономическом и политическом таком ракурсе, как это произойдет. Это понятно, что тот мир, в котором мы жили, уже не будет, потому что, ну, я не припоминаю, думаю, никто не припоминает, чтобы глобально закрывалось абсолютно все. Сообщения, экономика, грузоперевозки, пассажиры, магазины, стадионы и так далее, и так далее. То есть такого, конечно, в глобальном уровне никогда не было. Поэтому, я думаю, никто на сегодняшний день не может сказать, какие будут последствия всего этого. Но я думаю, что самое главное, что мы должны здесь сделать, мы должны сохранить базовые услуги населения. В том плане, то есть, скажем так, питьевая вода, продовольствие, медицина, ну и безопасность. Поэтому я думаю, что силовые структуры должны быть на предельном, предельно готовы к этому. Сегодня об этом уже сделал заявление национальные вооруженные силы, что они, так сказать, готовятся в случае, если вот все-таки придется сеймы пойти на такие меры. Ну, я думаю, что мы же видим, что, в принципе, уже давным-давно вооруженные силы использовались для несения службы по внутренней безопасности в Европе, Франции, Бельгии, Виталии. Да, танки на улицах Парижа. Танки на улицах, патрули. То есть, как я вижу на данный момент, что может делать латвийские вооруженные силы, то есть, это, у них есть возможности, мощности, то есть, это и грузовой транспорт, это и легкий транспорт, это и связь, это и палатки, это и генераторы. То есть, есть очень много таких возможностей, где они могут помочь и Министерству внутренних дел, и, скажем, медикам, и остальным. И, да, если надо будет ситуацию усугубиться, что надо будет правопорядок как-то на уровне держать, да, так же, как и во Франции, в Италии и везде, то есть, они должны будут участвовать в этом. Вот такой вопрос, которого не могу не задать, но ваше мнение, вот мне тоже много знакомых говорят о том, что, да, мы понимаем, что у каждого, ну, гражданина Латвии есть право вернуться на родину, как бы в любой момент, это его вроде конституционное право, с одной стороны. С другой стороны, мы видим, что, ну, ситуация чрезвычайная, значит, во время чрезвычайной ситуации и могут быть исключения. Вот эта вся история с репатриацией, где сегодня министр иностранных дел, господин Ренгевич, заявил о том, что репатриация будет продолжаться вплоть до 27 марта включительно, будут летать самолеты, будут заходить паромы, вот там поиски и фрига и так далее, и у многих людей возникает вопрос, так извините, если мы говорим о том, что мы прервали все воздушное, наземное и водное пассажирское сообщение и постоянно делаем из этого исключение, то возникает вопрос, что же это за карантин такой, ведь, насколько я понимаю, вирус-то не выбирает репатриант или не репатриант, но вирус, он есть вирус, то есть люди приезжают прямо, судя по всему, из очагов этой инфекции, и потом мы удивляемся, что у нас теперь начало резко расти его число инфицированных. Я думаю, что тут очень важный момент такой, что для этих людей, которые принимают эти решения, они всю свою сознательную жизнь жили, работали и боролись за либеральные ценности, и они абсолютно психологически не готовы, скажем, к таким мерам жестким. Как итальянцы, да? Ну, также вот смотри, итальянский вариант, сейчас практически то, что мы видим, Италия сейчас очаг всего этого, да, все эти, скажем, особенно северная Италия, с ими курортами, культурой, и все это на долгие, я думаю, годы, это не просто так, что завтра отменят чрезвычайное положение, и Милан будет полный, и все полетят в Венецию, потому что эта память будет еще очень долго, это во-первых. Во-вторых, во-вторых, конечно, у нас есть пример очень эффективного действия государства, то есть это Китайская Народная Республика, ну, представляешь себе, полтора миллиарда людей, в одном только Ухане там 16 миллионов, то есть вся Латвия, Литва, Эстония, было бы только даже не половина этого года. Вот они уже два дня, ни одного больше заболевшего. Да, и, конечно, это требовало бы очень четкой вертикали власти, это требовало практически исполнения приказов и не обсуждения этих приказов, не создания каких-то рабочих групп или каких-то, будем дискутировать. Да, координационные советы. Да, да, какие-то советы, то есть это было очень все четко и ясно, снизу до верха и сверху до низу. Конечно, вооруженные силы Китая, полиция Китая, все были вовлечены, чтобы, во-первых, эту ситуацию удержать под контролем и контролировать всех тех, которые, как бы, ну, не хотят подчиниться законным требованиям. Конечно, мне сейчас сложно судить, но если была бы ситуация, что, скажем, все те репатрианты были бы где-то на тех же паромах и оставались бы для выяснения ситуации или на каких-то, скажем, пунктах сбора, конечно, тогда меня бы обвинили бы, скажем, в каких-то авторитарных мерах. Но, с другой стороны, люди забывают, что само слово «черезвычайное» значит «черезвычайное». То есть это значит, что очень многие ситуации, многие законы и какие-то многие свободы не работают во избежание больших катастроф. Поэтому, конечно, мы знаем примеры, скажем, тех же самых круизных лайнеров, где их просто не пускают, и они там, пять тысяч человек на этом лайнере сидят где-то в порту, и их не пускают на сушу. То есть это один выход. Сейчас все-таки школы, гостиницы пустуют, там можно было бы всех этих людей разместить. Конечно, если они свободно гуляют, это, ну, это, конечно, будет способствовать распространению вируса. Это безусловно. Потому что надо понять, что, ну, есть люди, у которых есть эта ответственность, которая понимает, что они где-то были, и надо сидеть дома 14 дней. А есть люди, которые, как бы, все еще к этому относятся очень легкомысленно. Конечно, на стороне государства, любой страны, есть меры принудительного характера. Если кто-то обратил внимание, то в Китае, в России и в других странах есть очень жесткие наказания за нарушение карантинного режима. В принципе, в Латвии у нас тоже есть, скажем так, и меры административного пресечения, и меры уголовного пресечения против злостных нарушителей. Но, конечно, это все требует ресурсов полиции и других силовых структур, чтобы вот этот режим, как бы, соблюдался. Поэтому, да, мы, к сожалению, скорее всего, все эти люди, которые прибудут, но многие из них, наверное, приедут с вирусом, это уж мы никак не можем больше повлиять на это. Да. Еще вот такой вопрос, в принципе, в продолжении вот той мысли, которая была сказана по поводу либеральных ценностей. Ну, мы видим, что это, конечно, хорошо и здорово, что 70 лет Европа жила без войны, без каких-то таких локальных конфликтов в основном. И с одной стороны. С другой стороны, мы видим, что даже относительно, даже не относительно, а богатые европейские страны оказались, что они абсолютно не готовы. Нет у них ни правил поведения в чрезвычайной ситуации, ни вообще кризисной медицины, потому что итальянская, я так понимаю, система здравоохранения, как только появилось одномоментно много тяжелых больных, эта вся система рухнула, в отличие от Германии, кстати говоря. Это о чем говорит, что, может быть, Брюссель должен совершенно по-другому все это пересмотреть и не столько думать, как там, не знаю, следовать слепо идее там, не знаю, Греты Тумберг и выделять там какие-то миллиарды на экологию, но еще и подумать, действительно, а как действует в случае таких вот глобальных пандемий. Ну, начнем с того, что, я думаю, Евросоюз сейчас терпит такой третий сокрушительный удар. Первый – это был финансовый кризис 2008-2009 года, когда тоже, в принципе, не все эти действия не были согласованы. Скажем, наш латвийский пример очень хорошо показал. Это второй кризис, это кризис 2015 года с миграцией, когда Европа и Германия были абсолютно не готовы. И как следствие, это еще только историки будут потом писать, как следствие Brexit, как следствие, скажем так, триумф правых сил в Европе и все остальное. Сейчас третий удар, где опять же Европа показала, я сейчас говорю, Европа институции Брюсселя, Еврокомиссия, Европарламент. Если мы смотрим, скажем, на Еврокомиссии, но они пока что отделываются какими-то общими фразами. Да, мы будем там делать, будем следить, будем помогать. Но если мы смотрим, что все страны Евросоюза, почти все страны действуют кардинально иначе, то есть Польша по своему, Италия, еще что-то, Бельгия, Нидерланды, еще что-то, Швеция, еще что-то. То есть нет никакой общей политики, общего понимания. Опять же, границы открыты, опять же, нет ситуации, где-то можно было бы как-то обобщить. И потом возникает, ну, извините, вопрос. Просто надо понимать, что эти все структуры, наверное, годятся только во времена штиля и хорошей погоды. А как только у нас буря или что-то, они не годятся. И поэтому вот этот вопрос, даже после уже этого кризиса с вирусом, то, что он рано или поздно закончится, но, как я уже говорил, вопрос состоит, какие будут последствия экономические, политические, социальные для всего мира и для Европы в частности. Потому что, я думаю, очень многие люди, которые ждут вот от этих структур помощи или хотя бы, скажем, ну, каких-то методологических материалов, как и что делать, они видят, что эти структуры абсолютно бездействуют. И потом сейчас Еврокомиссия говорит, что, ну, у нас нет таких полномочий. Ну, это, я думаю, очень глупо. Потому что, ну, а какие у вас полномочия? Рассказывать, какие глупцы должны? Если они только сейчас, значит, говорит о том, что мы должны закрыть внешние границы. Хотя уже эпидемия идет полным ходом. Где вы раньше были? Не, ну, если ты помнишь, что она еще где-то две недели тому назад упрекала те страны, которые закрывали границы, что это противоречит. Вы как это, да. Да. И сейчас получается, что и потом она говорит, знаете, мы политики из Европы недооценили. Ну, тогда у меня вопрос, а зачем вы тогда там находитесь? Это извинение и аргумент. Потому что когда вот Бакрон и остальные говорят, что война, и сейчас представьте себе, полководец говорит, мы недооценили. Ну, тогда или уходи с должности и поставьте того, кто оценит и кто будет реагировать, если вы не готовы. Да. Но, к сожалению, вот вся эта плеяда политиков, ну, согласись, это не Тетчер, это не Аденауэр, это не Шарльден. Нет лидеров. Эти люди были, они прошли Вторую мировую. И они точно знали и понимали, что значит принять решение, что значит ответить за это решение, что значит бороться за это решение. Сейчас видно, что они пытаются, как настоящие бюрократы, а не личности политические, просто переждать. А вось пронесет. А может быть, кто-то другой ответит за это, да. И тут мы видим вот всю эту ситуацию. И смотри, еще один интересный вопрос. Ну, а как итальянцы должны себя чувствовать, если единственная страна, которая им помогает, это Китайская Народная Республика? Никакой не Евросоюз, не Еврокомиссия. А Европейский Союз сказал, мы ничем помочь не можем, у нас даже нету этих масок защитных. Ну, вот и поэтому тогда начинается вот очень такой неприятный вопрос, а зачем ребята вы, собственно, нужны, чтобы рассказывать как огурцы нам и какой длины там выращивали или примерно так. Да, когда тут... То есть получается, что вроде бы мы даем сигнал, что Великобритания поступила верно. Ну, мы сейчас видим, что, скорее всего, это так. Хотя Великобритания тоже не может избежать. Ты же в курсе, что там тоже и метрополитен закрыт, и... Несмотря на бодрые заявления господина Джонсона, да. Да, поэтому это, конечно, ситуация, я думаю, никто, опять же, никто не может ничего сказать, потому что никто в этой ситуации не был. Если кто-то был, то это была такая локальная ситуация, потому что вот сейчас два момента. Это глобализация, когда каждый может в любой части мира быть, и развитие технологий, когда все узнают за пять секунд, что где случилось. И, в принципе, противопоставить этому нечего. И поэтому вот эти все вопросы, которые состоят не только экономически, а, ну, понимаешь, у людей психологические проблемы, потому что они никогда не были в такой ситуации. Ограничена свобода, ограничена работа, ограничена передвижение. Ограничены, в принципе, все базовые потребности любого человека. И это, конечно, нагнетает ситуацию чисто психологически, потому что никто не знает, а, когда это закончится, и, б, что будет потом. Вот тоже такой вопрос. Мы понимаем, что пока, условно говоря, в режиме карантина, или как сейчас такое модное слово самоизоляция, находится, не знаю, 10 человек, 20, 50, в принципе, государство при желании может каким-то образом контролировать, насколько эти люди выполняют режим карантина. Ну, может при желании, там, не знаю, даже вплоть, там, электронные браслеты или какие-то там регулярные экипажи, пускай муниципальные полиции едут, проверяют там, это еще можно. Но с учетом того, что у нас там приедет в общей сложности где-то пять тысяч наших соотечественников, уже становится невозможно проследить, действительно ли они соблюдают карантин. Мы все живые люди, мы понимаем, что делает человек, когда он приехал домой после долгого перерыва, холодильник пустой, ничего нет, он бежит в один магазин, там, потом в другой магазин и так далее. Ну, совершенно согласен. И понимаешь, что до пять, наверное, надо тебе отдать отчет в том, что вот эти либеральные ценности, они в этой ситуации не годятся. По той простой причине, то, что ты уже упомянул, если, скажем, все те люди, которые приезжают, они находятся где-то на одной территории, да, и тогда через эти 14 дней можно понять, кто заболел, кто нет, тогда в этой ситуации на извинение одного экипажа не хватит, чтобы обследовать четыре тысячи там людей. Плюс второй вариант, они же возвращаются не в пустое место, там семьи, люди, с которыми они будут общаться, да, скажем, члены семьи, которые тоже выходят на улицу. Тоже выходят. И дальше они могут этот вирус передавать и передавать, да. Да, поэтому, понимаешь, итальянская ситуация показывает всю вот эту непривлекательную сторону вот этого хаоса и паники, то, что мы увидели, да. Но, опять же, это, наверное, немножко соответствует итальянскому характеру, которые все-таки привыкли к очень большой степени социализации, встречи с родителями, кафе, да, все такое, да. И без этого они просто психологически очень плохо себя чувствуют, да. И, с другой стороны, они начинают действовать, к сожалению, только тогда, когда они уже видят вот эту ситуацию. Но эта ситуация начинает уже развиваться не по дням, а по часам. И, конечно, итальянская ситуация, она очень-очень сложная. Но, с другой стороны, я думаю, что и они смогут как-то, ну, эту ситуацию улучшить. Вопрос только в другом. Понимаешь, ну, это память людская, она все-таки будет довольно-таки долго. И вот эти все, скажем, ну, Милан, Турин, Венеция, все эти туристические... А ведь это города, которые живут только за счет туризма? Только за счет туризма, да. И они, конечно, там будет очень много людей, которые будут, скажем, банкротствовать. Это как раз вот эти все гостиничные бизнесы. Бизнес ресторанов, бизнес, скажем, экскурсий, бизнес, как сейчас говорят, ивентов, да, и организации... Конференции, да. Все такое, да. Ну, кстати, да, все конференции, все абсолютно... Все умерло. Все умерло. Все конференции. В Латвии в том числе, да. Ну, везде. Я могу сказать, везде. Все конференции, где, скажем, надо было всем где-то выступать или ехать. Потому что я знаю, что вы часто участвуете вот в этой ОБСЕ конференции. Это не все. Абсолютно все. Даже не просто отложено, а просто все. Этой конференции отменено. Не переложено даже. Раймонд Рубловский у нас в студии. Привемся буквально на пару минут на рекламу. Не переключайтесь. Еще раз добрый день или добрый вечер. Раймонд Рубловский у нас в студии. Мы обсуждаем вот эту ситуацию, которая сложилась вокруг пандемии, ее влияние на все аспекты нашей жизни. Ну, одно такое существенное влияние мы уже отмечали. Это все, что связано вообще с нашими привычками передвигаться, ходить в магазины, в торговые центры. Понятно, что сейчас это все уже ограничивается, и мы сами себя ограничиваем. Второе последствие – это экономическое. Там, наверное, будем обсуждать эту тему, наверное, отдельного эфира. Ну, и третье последствие. Сегодня Сейм одобрил предложение Министерства среды и регионального развития и правительства о том, что перенести неочередную выбористскую думу на 6 июня. Нет такого ощущения, Раймонд, что это еще не последний перенос. Я думаю, что это не последний перенос, тем более, что Пуца уже говорил, что вполне возможно, что 6 июня – это не крайний срок. Поэтому я все-таки думаю, что, во-первых, они будут перенесены. Во-вторых, если мы помним, где-то две недели тому назад уже был информационный сброс, что есть план «Б» насчет 29 августа. Поэтому я склоняюсь… Это было не случайно, да? Это было… Ну, я думаю, в такой ситуации это было не случайно. Поэтому я склоняюсь все-таки к той мысли, что это, скорее всего, будет перенос на конец августа. Почему? Потому что, Лабик, никто не гарантирует, что 14 апреля все закончится. Пока что мы видим, что каждый день в Латвии количество инфицированных идет по нарастающей. На сегодняшний день уже было, наверное, 115 случаев. В Эстонии еще больше. Поэтому пока мы не увидим, скажем, спад какой-то. Об этом говорить не приходится по той простой причине, что сейчас еще приедут так называемые репатрианты, которые застряли. Поэтому, скорее всего, чисто политическая жизнь, но она где-то становится, потому что сейчас проблема всех политиков будет, как они смогут эффективно защитить население от плачевных последствий этого вируса. Я уже говорил и повторяю, что... Притом, вряд ли предвыборная кампания у муниципалитета от этого вопроса уйдет. Несмотря на то, что я понимаю, что Рижская дума не правительство, но тем не менее и самоуправление тоже столкнутся с последствиями вот этого социально-экономического... Мы должны знать и понимать, что Рига – это столица. В Риге практически сконцентрирована вся Латвия. Вся экономика. Вся экономика. Люди едут сюда работать, люди здесь зарабатывают. И электорат, он, в принципе, не обязан знать и понимать, какая задача у Сейма и какие полномочия, какая задача у самоуправления. Первый вопрос к Сейм будет насчет, как они будут возвращать повседневную жизнь гражданам. Что будет, когда опять будет курсировать общественный транспорт, какая будет ситуация с магазинами, когда откроется школа, когда откроется спортзал, когда откроется то и то и то. Конечно, это будут главные вопросы. Поэтому идти к каким-то деталям, что вот несколько партий говорят, мы сейчас будем миллион деревьев посадим или там два миллиона деревьев, или сто тысяч. Но это в данной ситуации, думаю, никого не волнует насчет, сколько деревьев кто будет сажать. А вот вопрос, будут ли работать, в каком режиме будут работать супермаркеты, как люди будут получать продовольствие, как что будет со школами. И тем более Каринч где-то тоже недавно сообщил, что вполне может быть, что чрезвычайное положение будет еще продлено с 14 апреля дальше. Поэтому мы сейчас просто говорим о 14 апреля, как о ситуации, где может быть, будут какие-то изменения. Но никто не говорил, что это заключительный срок. Исходя из этого, надо понимать, что все какие-то партийные конференции, все какие-то агитационные мероприятия, где-либо, палатки, для любой партии они просто не будут запрещены. То есть никто не сможет общаться с электоратом. И поэтому я все-таки думаю, что 14 апреля ничего не кончится. И поэтому 6 июня, ну это такой очень оптимистичный срок. Я бы сказал, что все-таки 29 августа. Вот мне создаётся такое ощущение, что отдельной партией, мы даже знаем ту партию, представитель которого и затея всю эту эпопею с распуском Ильичской думы, начала рекламироваться, как мы помним, еще в январе. Вот в спорте есть такое замечательное выражение «фальштарт». Нет такого ощущения, что те, кто вот очень активно рекламировался еще даже до самого распуска Ильичской думы, ну фактически, ну нельзя сказать, что совсем потратить деньги впустую. Но это явно, кто в августе будет вспоминать про те плакаты, которые были вообще в январе. Абсолютно никто. Абсолютно согласен, беря внимание, что вот эта ситуация, она один раз, я не знаю, в тысячу лет, наверное, бывает, в которой мы сейчас живем. И во-вторых, беря внимание, что в этом информационном потоке люди всё забывают очень быстро. Поэтому я уже буквально недавно в Центрике заметил, что все те люди, которые там, скажем так, висели на плакатах, да, их больше нет. По той простой причине, что, ну, сейчас практически этим людям сказать нечего. Ну, все те, как бы, посылы и все те моменты, которые они, как бы, обещали рижанам, они все сошли на нет. По той простой причине, что сейчас у каждого человека, у семьи, у людей в целом, у них совершенно другие сейчас заботы и тревоги. И поэтому сейчас им говорить о каких-то тех вещах, которые были нормальные в мирное время, там, про деревья, про школы, не знаю, да. То есть сейчас ситуация настолько, опять же, повторюсь, Макрон и Трамп сказали, что это война. Ситуация военная, надо просто отдать себе этот самый отчёт в этом и признать, что это так. И потом все эти второстепенные и трёхстепенные вещи, которые были важны в мирное время, но они сейчас для людей совершенно не играют никакой роли. Поэтому, конечно, я согласен, что все те, как бы, люди, которые выходили уже на предвыборную кампанию в январе, я думаю, они очень жалеют об этом. Да, ещё такой вопрос, который не могу не задать. Ну, всё-таки, мы же всё-таки исходим из того, что, ну, рано или поздно, всегда хочется надеяться на лучшее, рано или поздно вот этот ужас пройдёт, да, пандемия пройдёт на спад, мы видим, что в Китае происходит, может быть, в Европе, с учётом, как мы уже констатировали, вот этих вот либеральных ценностей, отсутствия такой вертикали власти, затянется, но рано или поздно эпидемия пойдёт на спад. И тогда вот ваш прогноз, что будет вот с теми, я не знаю, горячими точками, которые были до вот этой пандемии. Мы сейчас можем поделить ситуацию в мире, наверное, до пандемии и вот то, что будет после. Мы помним Идлиб, вот этот поток беженцев, сейчас про него все забыли, даже та же, как пострадала, помните, вся эта история, эпопея до коронавируса с Кристиной Миссаной. Ну, кто сейчас помнит, там мельком только сообщается между строк, что она оказывается в Илгутсомской тюрьме, но никто уже не помнит ни зачем, ни почему и так далее. Это, кстати, было всего месяц тому назад. Да, вот что значит. А такое ощущение, что это было много-много времени тому. Да, это ощущение, что это было много лет тому назад. Ну, ты сам видишь, что буквально то, что вчера считалось, что это очень важная ситуация. Сегодня перестало быть важным. Абсолютно, абсолютно. И поэтому, я думаю, сейчас даже какие-то такие моменты безопасности, ну, какие-то вот кризисы, да, они тоже пошли уже на второй план в том плане, что, в принципе, все, скажем так, все сети нарушены, все, как бы ситуации нарушены, в том плане, что даже те, которые там в Сирии сейчас находятся, ну, в принципе, я думаю, у них тоже очень большие сложности, потому что, наверное, те, которые как бы привозили патроны и оружие, больше не привозят и так далее, и так далее. Да, карантин. Карантин, да, поэтому вполне может быть, что этот карантин и там. Ну, как ты сам замечаешь, в медиапространстве практически нет других новостей. Есть только, скажем так, оно мне напоминает просто известие с фронтов. Вот, наверное, наверное, Вторую мировую так было. Точно. Каждое утро, что делают большинство населения, у которых есть смартфон, они с ужасом ждут о сообщении о том, чем закончились вот результаты очередных анализов, проверки тестов. Сколько раненых, то есть сколько инфицированных коронавирусов. Именно так. И опять же, вот то, что мы видим, кстати, на всех наших даже порталах, мы видим что? Мы видим число инфицированных в Латвии, мы видим число инфицированных в мире, мы видим число, которые выздоровели в мире, и потом сводка из фронтов. Сколько умерло в Италии, что случилось там, что в Лондоне закрыто метро, в Испании пляжи пустуют, во Франции карантин полный. И, в принципе, каждый день вот все больше и больше и больше ограничений. В принципе, конечно, человек, когда все это читает, ну, сейчас если кто-то им приходит и говорит, знаете, мы сейчас поговорим про водопровод или еще что-то, да, это, конечно, важно, но это теряет… Теряет актуальность. Здесь не дошли, что называется, быть бы живым. Еще вот несколько слов, хотя хотел как раз поговорить по поводу коммуникации. Ну, она может быть разная, вот эта кризисная коммуникация. Одни, вот как госпожа Меркель, выходят к населению, говорят, ребята, вот у нас такой вызов, вот которого не было, наверное, со времен Второй мировой войны. Ну, Макрон примерно сказал в том же духе, хотя у них, кстати, успели вот эти муниципальные выборы провести. Ну, тоже, конечно, интересно. Очень интересно. Прямо в пятницу, 13-го, в черную пятницу были выборы, но, тем не менее, и он уже заговорил вот таким вот трагическим тоном по поводу войны. И это, в принципе, я не знаю, как для Франции, но для Германии, зная менталитет немцев, это очень мобилизует и дисциплинирует. Это одно средство коммуникации. Вот в Латвии, насколько я понимаю, видимо, понятно, что должностные лица тоже растерялись, и у них что-то вот их метает из стороны в сторону. То они говорят, что все в порядке, все спокойно, а потом они говорят, что если там мы не будем соблюдать дисциплину, то будет то же самое, как в Италии. Что касается экономики, премьер-министр господин Каринч сказал, что серий путается в показаниях. Сначала он сказал, ну, понимаете, у нас экономика очень сильная, это не так, как было в восьмом-девятом году, когда мы были все в долгах, сейчас у нас все хорошо, кредитные задолженности небольшие, это временный вообще кризис, вызванный коронавирусом, на пару месяцев все будет хорошо. Вот все-таки, как лучше, на твой взгляд, действовать? Или сказать народу горькую правду, или, может быть, действовать как психотерапевт, как говорит Саверин Каревич. А может, он действительно верит в то, что он говорит? Ну, ты понимаешь, быть, то есть, да, ты абсолютно прав, есть несколько стратегий коммуникации, да, и, конечно, каждый человек, есть люди, скажем, как вот президент США, или там президент Российской Федерации, или там лидер Китая, но которые говорят, что ситуация такая, мы будем делать то-то, 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 и, скажем, те, которые не будут соответствовать, или как-то будут нарушать все, мы с ними сделаем то-то, 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 да, предельно жестко и понятно для всех. Конечно, с другой стороны, это очень интересный вопрос, и очень такой своевременный в плане, но если ты скажешь правду людям, то очень многие из них просто могут психологически не выдержать этой правды, и у них наступит там, я не знаю. Им надо будет уже психиатрическая помощь, а не от коронавируса. Да. А с другой стороны, понимаешь, если ты все время людей успокаиваешь, ну, тут есть это самое такое, ну, наверное, люди моего поколения помнят то же самое, что говорил Максим Исаев или Штирлиц, когда в апреле 45-го, он говорит, что дела развиваются нормально, все хорошо. Это он говорил, да, и все немцы, как бы, ну, а что хорошего-то, да? И то есть это до предела можно говорить, что все нормально, что мы контролируем ситуацию. Но проблема, когда большинство видишь, что никто ничего не контролирует, и вот эта страшная правда вылезает наружу, тогда, конечно, может пострадать тот, кто говорил все время, что все хорошо, и что он все контролирует. Поэтому тут, опять же, в этой ситуации нету стопроцентного какого-то лекарства, чтобы сказать, как правильно. Но я все-таки думаю, что в нашем случае все большие страны и все эти люди уже сказали свое слово, поэтому, ну, если Каренч скажет, что да, ситуация очень сложная и военная, то есть он не будет первым, который это сказал. Это же сказал Макрон, это сказал Трамп, это сказал Путин, это сказали еще целая куча лидеров стран. Поэтому и в этой ситуации говорят, что все нормально, все хорошо. А почему у нас должно быть все хорошо, если у итальянцев, у немцев и у остальных, скажем, поляков все плохо. Поэтому, конечно, мы должны сказать, ребята, да, ситуация сложная, ситуация очень сложная, потому что никто не знает, никто не был в этой ситуации до этого, ни у кого никакого опыта, как решить эту ситуацию нет, но мы должны сделать то-то, то-то, то-то. То есть, во-первых, да, то, что мы должны сделать, мы должны остановить распространение вируса, а второе, мы должны все-таки понять, что самое главное для людей сейчас это выжить, это питьевая вода, это продовольствие, это какой-то, скажем, государственная помощь бизнесу и людям, чтобы не просто... Конечно, потому что мы же понимаем, что если людей будет отпускать в отпуск длительный без содержания, не у всех есть какие-то запасы денежные, а им надо платить коммунальные. Еще, кстати, отопление никто не отменял, счета довольно значительные. И я так понимаю, все по цепочке, все эти долги будут накапливаться. У кого кредиты, у кого коммунальные платежи, у кого и то, и другое. Кредиты, я думаю, у большинства населения. В те или иные. В те или иные, да. Лизинги, кстати. И лизинги, кредиты, и все остальное. И в этой ситуации, конечно, ценность всех тех, скажем, недвижек и все остального, она может так же рухнуть, как она рухнула в восьмом году, что то, что ты вчера купил за одну цену, сегодня ты можешь продать за полцены. Так что самое главное, в Европе в том числе, чтобы не было бы какого-то социального взрыва или социального хаоса, или, скажем, коллапса социальной системы. И для этого все страны, они должны, буквально все ресурсы для поддержания, скажем, медицины, правопорядка, ну и продовольства, конечно. Чтобы люди могли бы просто вот минимально обеспечить, чтобы люди могли бы в этой ситуации просто выжить. Беряю внимание еще, смотри, какая ситуация. Сейчас же люди в школу не идут, университеты закрыты, никаких мероприятий нет. И люди сейчас сидят, скажем, некоторые, да, сидят там по пять-шесть человек в квартире, да, с утра до вечера. Делать им нечего. Делать им нечего. Да, и это, конечно, еще если то, что ты сказал, если у них еще заканчиваются деньги, заканчиваются как бы перспективы, если еще уволили с работы, ну, это очень взрывоопасный набор психологический, то есть человек чувствует себя, и когда он еще читает... Замутый. Да, и когда он все читает... Почтически под домашним арестом. Ну, это даже еще хуже, да, и когда он читает вот эти все сводки с фронтов каждый день, да, в новостных лентах... Так и не хочется из дома выходить, да. Ну, я скажу, да. И поэтому я думаю, что вот эти последствия, они еще будут длиться очень долго, потому что, ну, не будет так, что вот, скажем, завтра скажут, что все закончилось, и все хлынут в кафе, и сейчас будут отдыхать. Будет все-таки такое, ну, настороженность, а можно и все, нельзя идти, и что делать, и как быть. Может быть, такой последний вопрос, такая ремарка. Вот во всей этой эпопее много мы слышим заявлений разных должностных лиц, и не кандидатов в депутаты, и кандидатов, и министров, и премьера, но вот в этом многоголосии очень редко доносит на нас голос главного должностного лица в стране, президента. Я понимаю, что у нас парламентская республика, но президент, да, пару раз он что-то обморился о том, что слушайте правительство, слушайте внимательно, и у нас вообще общество очень сплоченное, 30 секунд сказал что-то, может быть, это, с одной стороны, правильная стратегия, не надо путаться под ногами у правительства, которое обладает всей полнотой власти, или нет? Я думаю, что это неправильная стратегия, потому что человек, который все-таки, ну, он первое должностное лицо государства по рангу. Представляет вроде бы всех латвийцев, да? Да, и поэтому... Верховный Горнокомандующий, если кто забыл, да. В том числе, да, потому что там есть очень много разных обязанностей, поэтому мне, конечно, тоже непонятно вот такое немножко самоустранение. Ну, здесь, конечно, лекциями и какими-то правильными лозунгами ситуацию не решить. И поэтому тут, конечно, я желал бы все-таки большого вовлечения вот таких должностных лиц все-таки в ситуацию. То есть, конечно, он не должен там всем рассказывать, что надо мыть руки там каждый день или еще что-то делать, но то, что он должен, в принципе, ну, вот как-то взбодрить население, это факт. И когда вот кто-то пропадает из этой политической, как бы, этого пазла, да, тогда, ну, конечно, ну, вот все замечают, народ начинает задавать вопросы, и почему это так. Да, в этой ситуации все эти люди должны найти в себе мужество и коммуницировать с народом и говорить, ну, скажем, то, что они должны сказать. Иногда даже правду, если хоть она какая была горькая, но люди должны понимать, в какой они ситуации живут и что будет. Фактически мы сегодня не можем прогнозировать, как надолго вот эти меры, не знаю, самоизоляции вообще, вот связанные с ограничениями прав и свобод могут продолжаться, да? Я думаю, что каждая страна сейчас должна для себя, как бы, пытаться понять, мобилизовать всех своих экспертов для того, чтобы понять, сколько экономика может выдержать при таком режиме, не рухнув, какой-то социальный хаос, и сколько мы можем держать это вот чрезвычайное положение, пока, скажем, пока экономика не рухнет. Это мы должны знать и понимать. Абсолютно, потому что вот тоже вопрос, мы понимаем, что да, есть сферы, которые наиболее пострадали, там, турфирмы, гостиницы, да, им надо помочь, вопросов нет, но ведь от того, что им просто дадут деньги, мы понимаем, что завтра гостиницы и турфирмы не заработают, потому что ехать некуда и приезжать некому. Но, может быть, надо еще и подумать, помочь тем, кто еще жив пока, да, вот предприятие, потому что из того, что мы слышим, сейчас речь идет о том, чтобы помочь тем, кто, чья деятельность фактически приостановлено на неопределенное время? Мы должны, в принципе, помочь тем, которые еще живы, и понять, опять же повторюсь, мы должны сделать очень четкий анализ для конкретного от ВИСК Республики, сколько времени можем подержаться в таком режиме, где мы получим средства, чтобы, скажем, платить хотя бы эти 700 евро, которых было обещано, 150 тысяч людям, которые могут остаться без работы, насколько долго этих средств хватит и что будет потом. То есть, или мы тогда должны отменить это, чтобы экономика не рухнула, рискуя тем, что будет, извини, ситуация итальянская, или же мы все-таки пытаемся ограничить вирус, рискуя тем, что наша экономика может, не только наша экономика, даже пойми, скажем, вот я буквально читал, Люфтганс отменила 23 тысячи рейса на апрель. 23 тысячи. Понимаешь, какие-то потери громадные. NBA, NHL отменили сезон. Это громадные потери. То есть, конечно, все эти организации, все эти виды бизнеса, они терпят огромные потери. И тут вопрос, смогут ли они потом возобновить эту деятельность, и сколько они могут на таком режиме держаться. Поэтому, я думаю, первоочередная задача правительства, любого, латвийская в том числе, понять, какие вот эти два варианта. Карантинный вариант чрезвычайный, сколько долго мы можем это выдержать, и что будет потом. Айма Трубовский у нас был в студии. Спасибо за интересный разговор. Естественно, будем следить за развитием событий. Будьте здоровы! Продолжение следует...